На огневом стенде отрабатывается двигательная установка первой ступени. Специально изготовленная модель имитирует присутствие хвостовой части второй ступени изделия. Специальный лоток имитирует отражающие устройства старта. Все управление пуском ведется от пускового пульта блокера. Пульт изделий к работе готов. Пульт изделий к работе готов. Осмотр модели второй ступени и двигателей первой ступени показал, что запуск прошел нормально. На модели не обнаружено никаких следов перегрева. Сарай, пуск. Есть пуск. Музыка. Продолжение следует... Продолжение следует... Во время этого испытания определялись основные параметры работы двигателя и других агрегатов. Проследим теперь за основными моментами подготовки более сложного огневого испытания... Испытания двигательной установки с газовыми рулями. Изделие поступает в низкую зону стенда, где оно расчехляется. После расчехления изделие подается в подготовительное отделение. Установки изделия на стенд предшествует тщательная проверка герметичности гидравлических трактов, проверка электросети, бортовой аппаратуры и других систем. Все эти операции выполняются после установки изделия на специальную тележку. В задачу нашей кинодокументации не входит подробный показ всех этапов подготовки к испытанию. Поэтому переходим прямо к операции проверки работы рулевых приводов и программных механизмов. К стерею подсоединяется пульт управления рулевыми машинами и программным механизмом. Дается команда на запуск программного механизма. Эта команда при огневом испытании поступит автоматически при срабатывании одного из агрегатов двигательной установки в момент, когда двигатель выйдет на режим полной тяги. Проверка показала, что система управления рулями работает надежно. Изделие подается на эстакаду стенда. На эстакаде изделие будет закреплено в специальном месте. В специальном корсете, который является переходным силовым элементом от изделия к конструкциям стенда. Следует заметить, что изделие крепится к корсету теми же узлами, которые предназначены для присоединения первой ступени ко второй и к стартовому устройству. Таким образом, условия работы силовой схемы во время огневого испытания максимально приближаются к условиям работы изделия в реальной обстановке. Наличие на изделии новой электросхемы требует специальной проверки. Для проведения этой проверки разъемы электросети борта отсоединяются от агрегатов изделия и к ним присоединяются точно такие же пиропатроны, какие установлены в агрегатах самого изделия. Стартовый пульт с помощью штатной кабельной сети соединяется с изделием. Таким образом, после нажатия пусковой кнопки произойдет штатный с электрической первой изделия запуск, во время которого будет проверена правильность срабатывания автоматики стартового пульта. Проверки окончены. Изделие транспортируется в высокую зону стенда. Субтитры создавал DimaTorzok После установки изделия в рабочее положение, к нему подсоединяются все измерительные линии и кабели управления. Баки заполняются компонентами, а воздушный аккумулятор давления сжатым воздухом. Подготовка двигательной установки закончена. Приняты некоторые меры предосторожности. Идут последние приготовления девятишлейфовых осциллографов. Подготавливается насосная, обеспечивающая подачу воды до 700 литров в секунду. Вода необходима для защиты отражающего лотка и пожаротушения. Готовы к работе пульт управления изделием, пульт агрегатов стенда, пульт управления системой пожаротушения. Готовы к работе пульт управления изделиями. Нажидан, забрать готовность на пульте изделия. Есть собрать готовность на пульте изделия. Пульт изделия к работе готов. Покинусь помещение. Есть покинут помещение. Платов, дай три сигнала. Есть дать три сигнала. Есть ли ты? Ватам, откройте задвижки 8 и 9. Включить протяжку. Есть протяжка. Сарай, куст. Есть куст. Сарай, 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 куст. Пуск прошел хорошо. С большого расстояния невозможно увидеть всего, что происходит с рулями. На помощь нам пришел телеобъектив, который фиксировал пуск с другой съемочной точки. Таким образом, мы имеем сейчас возможность вторично просмотреть тот же процесс на более крупном плане. Внимание! Сброс! Вот теперь мы собственными глазами видели, что рули в процессе испытания хорошо сохраняются и точно выполняют заданную им программу. Неясным остается только один вопрос. Насколько одновременно произошел сброс всех четырех рулей? Ответить на этот вопрос помогла ускоренная киносъемка этого же испытания, замедлившая процесс в четыре раза. Продолжение следует... Внимание! Сброс! Вот теперь мы увидели, а затем подсчитали, что от начала сброса первого руля до сброса последнего руля прошло 0,12 доли секунды. Это нас вполне устраивает. После окончания огневого испытания сотни метров остеолографических записей показаний приборов подвергаются расшифровке и обработке. В результате определяются основные характеристики работы первой ступени изделия 350. После предварительной обработки на стенде изделие подается в нейтрализационное отделение. Здесь она подвергается частичной разборке и нейтрализации до полного удаления остатков агрессивных жидкостей. Тщательно осматривается двигатель. Наличие потеков заставляет призадуматься представителя ОКБ, создающего этот двигатель. Идет последняя промывка двигателя. Продолжение следует... Огневым испытанием подвергается маршевая ступень ракеты с искусственным созданием температурных режимов для работы прямоточного двигателя, приближающих условия его работы к реальным условиям в полете. Двигательная установка накрывается верхними крышками стендового кожуха для обеспечения внешнего обдува двигателя горячим воздухом. После заправки изделий топливом и проверки системы измерения производится запуск подогревателей внутреннего и внешнего контура двигателя и запуск двигателя. Продолжение следует... 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 Заводов изготовителей в специальных цельнометаллических вагонах агрегаты ракеты доставляются на техническую позицию полигона. Центральным сооружением технической позиции является монтажно-испытательный ангар. В нем производятся все основные работы по подготовке ракеты перед отправкой ее на стартовую позицию. Начинается подготовка к разгрузке агрегатов ракеты. Для удобства разгрузки вагона снабжены выдвигающейся рамой, на ложементах которой закреплены зачетленные агрегаты ракеты. Такой способ разгрузки обеспечивает легкий доступ со всех сторон к каждому агрегату. Пока производится разгрузка, расчекление и укладка частей ракеты на специальные ангарные тележки, посмотрим на модели устройства ракеты и назначение ее отдельных агрегатов. Изделие «Буря» представляет собой двухступенчатую крылатую ракету дальнего действия. В сборе она состоит из, собственно, ракеты с прямоточным двигателем и двух симметрично подвешенных стартовых ускорителей. Ускорители обеспечивают взлет, набор необходимой высоты и скорости полета. После сброса ускорителей ракета продолжает полет по заданной траектории. Управление полетом осуществляется астронавигационной системой, передающей команды на газовые и воздушные рули. После раздельных проверок ускорителей и маршевой ступени ракеты на состыкованном изделии производится автономная проверка агрегатов бортового оборудования. Производится автономная проверка аппаратуры автопилота. Контролируется работа органов управления. Производится подготовка к комплексной проверке всего бортового оборудования в целом. Комплексная проверка ведется из специальной аппаратной комнаты. Главный оператор по переговорному устройству передает команды операторам отдельных служб. Производится проверка прохождения радиокоманд на ракету. Дать команду вправо. Дать команду отбой. Комплексная проверка окончена. Ракета зачехляется. Для отправки на стартовую позицию ракета при помощи мостового крана и траверсы перекладывается на железнодорожный лафет-установщик. Проверяется правильность укладки изделия и точность сочленения узлов ракеты с ответными узлами установщика. Регулируются ложементы установщика. Ракета готова к транспортировке на стартовую позицию. Ракета на лафете установщики транспортирует самотовозом на стартовую позицию, удаленную от технической на расстояние около 25 километров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Старт ракеты производится со специально подготовленной площадки в стартовой позиции. Ракета доставлена на место пуска по железной дороге на лафете-установщике. На стартовой позиции проверяют автоматику, двигательную установку и бортовое оборудование ракеты. Производится заправка ее и путь. Ракета расчехляется. На лафете устанавливаются трапы и площадки обслуживания. Вскрываются эксплуатационные люки. К ракете присоединяются воздухопровод раскрутки турбонасосного агрегата. ТОМСОВ ТОМСОВ АПЛОДИСМЕНТЫ Аппаратура системы управления ракетой размещена в приборном отсеке второй ступени. Газовые рули осуществляют управление ракетой на начальном участке траектории. Дальнейшее управление ракетой производится воздушными рулями. Начинается подготовка ракеты к старту. Для расконсервации автоматики прямоточного реактивного двигателя и ее проверки необходима раскрутка турбонасосного агрегата со специальной компрессорной станции. Компрессор запускается и выводится на режим. Горячий сжатый воздух по трубопроводу подается к ракете. Начинается раскрутка и проверка работы турбонасосного агрегата. Со специального стенда, оборудованного на автомашине, производится проверка и регулировка автоматики прямоточного воздушно-реактивного двигателя. КОНЕЦ Звучит музыка. Перед заправками и подъемом изделия делается комплексная проверка бортового оборудования в горизонтальном положении. Перед заправкой компонентами топлива ракета устанавливается на заданный азимут стрельбы. Для установки ракеты по азимуту из кабины управления производится поворот всего стартового устройства на заданный угол. Правильность установки проверяется при помощи таголитов, заранее выбранных точек стартовой площадки. Звучит музыка. Установка ракеты закончена. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. начинается заправка ракеты компонентами топлива до установки ракеты вертикальное положение ускорители заправляются азотной кислотой тщательно и надежно соединяются питающие трубопроводы заправка азотной кислоты требует от исполнителей повышенного внимания и точного соблюдения специальных требований техники безопасности на рабочих местах находятся водообмывщики готовые в любую минуту смыть и нейтрализовать остатки случайно пролитой кислоты и ликвидировать очаг ее парения из дренажных трубопроводов заправка кислотой окончена начинается подъем ракеты вертикальное положение в целях лучшего наблюдения управление подъемом осуществляется дистанционно с выносного пульта подъем изделия в вертикальное положение производится гидродомкратами глафета установщика в вертикальном положении стрела жестко фиксируется ломающимися подкосами лафета установщика важным требованием к подъему является плавность движения изделия отсутствие толчков и резких остановок украинската украинската и н и и и и Время работы стартового устройства В вертикальном положении изделие удерживается на стреле нижними опорными узлами и верхними поддерживающими узлами Для безопасности схода изделие отводится от стрелы с системой рычагов-пантографов нижних и верхних Сейчас мы видим взаимодействие элементов стрелы установщика при сходе Начинают двигаться пантографы При прохождении угла в 57 градусов пантограф включает сигнал на отброс нижнего узла При дальнейшем движении пантографа включается сигнал на отброс самих пантографов и стрелы установщика Посмотрим, как происходит сход изделия с установщиком После того, как двигатели изделия вышли на полный режим тяги, открывается замок, удерживающий изделие Изделие начинает двигаться вверх и тянет пантографы Происходит отброс опорных узлов, пантографов и стрелы Производится заправка топливом первой и второй ступеней ракеты в вертикальном положении В дальнейшем эти заправки будут производиться в горизонтальном положении Заправщики устанавливаются в исходное положение Подсоединяются питающие и дренажные шланги от автозаправщиков к горловинам изделия Запускаются насосы заправщиков И происходит последовательная заправка ступеней ракеты компонентами топлива Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok После заправки изделия производится последняя комплексная проверка бортового оборудования в вертикальном положении Проверяется система управления ракетами С наземного пульта контролируется работа рулей И вот закончены ночные работы по шестичасовой готовности Настало утро Все готово к пуску ракеты Тридцать первого июля 1957 года Пробный запуск крылатой ракеты «Буря» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Приведены в готовность средства трассы Начинается пусковая работа по плану выстрелу изделия Субтитры создавал DimaTorzok Внимание! 40-минутная готовность! Принимаю командование пуском Дать три зеленых ракеты Субтитры создавал DimaTorzok Дать сирену Убрать заправщик азота Положить готовность трассы Даложите готовность трассы Даложить готовность средств трассы Семнадцатый Восемнадцатый к работе готов Восемнадцатый Восемнадцатый к работе готов Картинки на всех РТС нормальные Девятнадцатый 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 Все средства другая Работник готовность Понял Трасса готова Понял, трасса готова Внимание! Минутная готовность Включить зажигание Зажигание включено Перейти на борт На борт перешел С напряжением нормы Элит Гумано Элит Гумано Чина Чина Желаю Для этого Для этого Тот же пуск съемка сверху слева. Тот же пуск съемка сверху слева. Съемка со стороны железнодорожного полотна. Съемка со стороны железнодорожного полотна. После аварийного выключения двигательной установки ликвидируется догорание компонентов топлива. Место старта нейтрализуется водой. Съемка со стороны железнодорожного полотна. Съемка со стороны железнодорожного полотна. Последний осмотр изделия перед подъемом. Съемка со стороны железнодорожного полотна. Автоматика двигательных установок выполнена таким образом, что в случае, если одна, любая из восьми камер не вышла на режим, двигательные установки автоматически отсекаются, и команда на сход ракеты со стартового устройства не должна пройти. Анализ результатов телеметрических измерений и осмотр ракеты показал, что причиной отказа в пуске явилось разрушение клапана унитарного топлива, в результате чего один из ускорителей не вышел на режим номинальной тяги, и автоматика выключения двигателя сработала нормально. В конструкцию клапана были внесены необходимые изменения, обеспечивающие его надежность в работе. 1 сентября 1957 года. Восстановленная ракета доставлена на старт и подготовлена к пуску. В момент старта от ракеты неожиданно отделились газовые рули. Ракета сошла с подъемно-пускового устройства и, круто повернув в направлении директрисы полета, упала в районе стартной позиции. В результате удара от земли произошел взрыв. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для объяснения причины аварии посмотрим на схеме процесса. В процессе спуска ракеты. Ускорители ракеты развивают тягу, которая не проходит через центр тяжести ракеты. В процессе полета ракеты с ускорителями центр тяжести ракеты меняет свое положение. Сила тяги ускорителей, изображенной на схеме, результирующим вектором создает момент относительно центра тяжести против часовой стрелки. Этот момент компенсируется соответствующим отклонением газовых рулей, создающий момент обратный по направлению к моменту тяги ускорителей. Если убрать газовые рули, то сила тяги ускорителей повернет ракету в сторону подъемно-пускового устройства. Еще раз убедимся, как произошел в действительности пуск ракеты. Причиной преждевременного сброса газовых рулей явилось ненормальное срабатывание реле сброса газовых рулей в момент расцепки ракеты с подъемно-пусковым устройством. В конструкцию ракеты и ее электросхему были введены изменения, исключающие возможность преждевременного срабатывания реле. Внимание! Минутная готовность! Включить зажигание! Зажигание включено! Перейти на борт! На борт перешел напряжение в раме. Старт! 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 Так как каждый старт снимался одновременно несколькими киноаппаратами с разных точек, то для ориентировки угол зрения объектива условно будем показывать двумя линиями. Сейчас будет виден старт изделия, снятый со стороны пункера. А это съемка с левой боковой точки. Субтитры создавал DimaTorzok 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 камера. Теперь мы увидим замедленный показ старта, снятый с той же точки. Тот же старт снят слева с высоты 30 метров. Субтитры создавал DimaTorzok Тот же старт снят через стрелу установщика с железнодорожного полотна. А этот старт снят справа, с самой дальней точки. Ракета не вышла на заданную траекторию и упала вблизи старта. Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас будет показана деталь старта. Работа удерживающего замка, снятая с расстояния 3 метров от изделия. Отклонение ракеты от траектории и падение ее явилось следствием сброса газовых рулей при старте. Преждевременный сброс рулей произошел по причине самосрабатывания управляющих реле от ударной перегрузки, которая возникла при раскрытии замка, удерживающего ракету на старте. Разберем сход ракеты, снятый замедленно в 10 раз. После сброса рулей неуравновешенный момент от тяги двигателей вызвал поворот ракеты вокруг поперечной оси. Вначале этому повороту препятствовали пантографы и ракета начинает выходить из нижнего пантографа и поворачиваться вокруг верхнего. После отброса верхнего пантографа ракета довершает поворот, закончившийся падением и взрывом при ударе о землю. Продолжение следует... Продолжение следует... После устранения недостатков, выявленных при первом пуске и доработки схемы управления ракеты, был произведен пуск второй ракеты. В период вторых испытаний резко ухудшилась погода. Густым туманом заволокло и стартовую позицию и само изделие. Доложить готовность трассы. 16, 17, 18. Доложите готовность трассы. Трасса готова. Понял, трасса готова. Трасс. 3, 17. Филипин aucunrio и забега. hav, הפпе... души важны. Сейчас будет виден старт изделия, снятый со стороны бункера. А это съемка с левой боковой точки. Это положение аппарата для съемки верхних пантографов. Положение аппарата при съемке общего плана. А это положение киноаппарата при съемке снизу вверх с платформы установщика. Это съемка того же пуска от бункера. Сход ракеты со старта прошел нормально. Ракета удалилась в направлении траектории полета. Это съемка с боковой точки другим аппаратом. На 31 секунде нормальный полет ракеты прервался из-за отказа двигательной установки первой ступени. Уход изделия вверх снимался из-под стрелы установщика. Выявленные недостатки устраняются. Готовится к пуску следующая ракета. Ракета. 31 октября 1957 года. В период испытаний погода резко ухудшилась. Густым туманом заволокло стартовую позицию и само изделие. Сход ракеты с подъемно-пускового устройства прошел нормально. Ракета удалилась в направлении траектории полета. Построим график теоретической траектории полета. Нанесем на этот график теоретическую скорость программного полета ракеты. Анализ телеметрических измерений показал, что до 31 секунды полета фактическая траектория ракеты очень близка к теоретическому. Аналогично, фактическая скорость ракеты также близка к теоретическому. На 31 секунде полета ракеты ее нормальный полет прервался из-за отказа двигательной установки одного из ускорителей. 21 марта 1958 года. В связи с имевшими место отказами в работе двигательных установок ускорителей, было принято решение об испытании нескольких ракет в полете только на ускорителе, без испытаний маршевой части. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вскоре после сброса газовых рулей и перевода ракеты на отрицательные углы атаки, она потеряла управление. Полет на ускорителях продолжался 63 секунды. Пуск ракеты производится по программе, аналогичный предыдущему пуску. КОНЕЦ КОНЕЦ Пятидесятый секунда полета. 22 мая 1958 года. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Внимание! Наступает 80-я секунда полета. Субтитры создавал DimaTorzok Наземные радиолокационные и кинотеодолитные станции фиксируют траекторию полета. Субтитры создавал DimaTorzok измерений показал, что в течение всего полета фактическая траектория полета и скорость полета ракеты полностью соответствовала теоретическим. Программа полета выполнена. Старт! 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 Внимание! Идет т.к. Пятидесятая секунда полета. Старт! Сброс газовых рулей. Продолжение следует... Внимание! Наступает восьмидесятая секунда полета. Запустился прямоточный воздушно-реактивный двигатель маршевой части ракеты. Сброс ускорителей... Наземные радиолокационные и кинотеодолитные станции фиксируют траекторию полета. Координаты полета ракеты по трассе передаются в центральный командный пункт. Здесь они наносятся на специальную планшетную карту. Ракета продолжает полет по заданной трассе.